в общем девочки не получается пока там что-то изменили в ютюбе нельзя показывать экран ну давайте попробуем так провести нашу встречу надеюсь что еще не все разбежались давайте проверим как видно на экране компьютера так вот так если я вам буду показывать вам будет видно девчонки посмотрите пожалуйста ну понимаете все засвечено конечно но как если что-то совсем понятно не будет то будете спрашивать хорошо что я хотя бы нарисовала заранее все это все эти стрелочки на компьютере да так все давайте тогда мы с вами до пишите да видно давайте пока пообщаемся пока все присоединяются я уже начала говорить на стилату запись будем пока болтать пока все у нас присоединятся я уже об этом говорила что я преподаю с 2003 года и всегда одна этажа история с новичками они когда надевают изделие на примерку они не видят на что нужно обратить внимание и прямо радостные присылают примерку свою всегда у меня ученики присылают трех ракурсах это спереди сзади и сбоку да и почему я прошу присылать все пример очки с трех ракурсов потому что и портной когда шьет точно так же должен посмотреть на изделие в трех ракурсах спереди на человека оценить ситуацию баланс изделия спереди сзади баланс изделия оцениваем и сбоку и вот на что как раз таки нужно обращать внимание когда вы смотрите на клиента или на себя даже примерку делаете сегодня мы это с вами все обсудим кто новички пожалуйста записывайте потому что как показывает опыт вы все равно забываете потому что я про все говорю конечно же даже пишу в каждом уроке где есть примерка я пишу на что нужно обратить внимание но как-то вот не обращаете внимание товарищи новички сейчас у меня идет две группы как раз таки по конструированию одна шитьем другая без шитья и вот для вас девчонки из этих групп я прям специально для вас этот прямой эфир организовала чтобы вы тоже все это внимательно посмотрели хорошо а а также с 9 октября по вашим просьбам так я забыла звук выключить по вашим просьбам сейчас я выключу звук быстренько а то нас замучают с вами так 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 вот так с 9 октября по вашим просьбам дополнительная группа стартует это конструирование шитьем и больше в этом учебном году набора не будет и никаких дополнительных групп мы больше делать не будем по конструированию по дизайну по дизайну все уже набор закончился давно начали они заниматься а по конструированию 9 числа вас последний шанс пожалуйста если вы решили то потом до весны нас не мучайте нас набора не будет будут только мастер-классы различные ну все начнем с вами да первое на что я буду переключать все время камеру туда-сюда вы простите что как сказать засветлено на компьютере все хорошо видно я просто не ожидала что так инстаграм цвет поменяет я даже не знаю как сказать поэтому давайте если прям совсем что-то непонятно я буду очень стараться вам рассказать сейчас от кое-что проверю вы пока пишите как вам слышно меня как вам меня слышно так 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 да вот первая картинка мы ее и будем рассматривать все давайте начнем смотрите когда мы одеваем надеваем изделие на клиенты конечно на манекене фотографировала и фотографировала изделие которые шью сейчас оно цветом конечно очень красивая просто сейчас реально тут цвета все изменены может быть дальше как-то нет в общем смотрите сейчас изделие надета на манекен правильно то есть оно должно так выглядеть а что должно выглядеть надеюсь вы мышку мою видите видите мышка мая да вот эта черная линия посередине черная линия посередине это я нарисовала на компьютере вы не переживайте этого на изделие не желтой не черной линии нет конечно же черная линия посередине это центр полочки вы всегда должны на всех изделиях я это делаю там под линии конечно не видно контрастной ниткой с меточным стежком показываю где у меня середины изделия это все должны делать то есть мыло бесполезно потому что вы начнете что-то утюжить она вас сотрется поэтому силками такими ниточка иголочка показали себе на левой стороне и на правой стороне где у вас находится середина изделия потому что когда вы надеваете это изделие на себя или на клиента вы должны булавочками ровно соединить середину изделия на левой полочке и на правой полочке или на левой стороне изделий на правой стороне изделия должны булавочками соединить как будто застегнули то есть когда вы выметаете петли и пришлете пуговицы или кнопки что у вас там будет у вас эти две линии должны находиться друг на друге то есть мы имитируем так как изделие будет застегнута в натуральную величину правильно застегнули и смотрим на край борта край борта это вот эта желтая линия видите мы смотрим что она должна находиться стрелочкой показываю на что обратить внимание нужно она должна находиться строго вертикально строго вертикальная сейчас она как раз так таки так на манекене находит то есть мы сначала смотрим интересно пальчик буду подставлять видно будет мы сначала смотрим у нас здесь вот не расходятся край края изделия в разные стороны они висят нормально да вот на это первое внимание обращаем и следующее я нарисовала ошибки то есть специально на манекене так выставляла изделия чтобы было неправильно вот это у нас сейчас правильный вариант мы взглядом посмотрели что у нас все вертикально здесь идет край борта а на следующем слайде видите я повесила изделия так и вот специально обводила чтобы еще виднее было видите края внизу вот эти края борта левого и правого расходятся получается во первых они могут быть здесь щели может и не быть если у вас запах такой серьезный и сильный да у вас может быть щели то внизу и не быть вы обращаете внимание вот я сейчас мышкой покажу вы видите что сейчас край борта не вертикально он с наклоном заметили с наклоном так быть не должно то есть мы выправляем изделия так чтобы у нас стал край борта строго вертикально давайте еще раз посмотрим видите разошлось внизу изделия то есть это уже нарушен баланс ищем из-за чего у нас нарушился баланс из-за чего здесь расходится может быть здесь нужно подтянуть под пояс у меня видите приточной пояс это пришивной пояс да может быть у меня то все нормально сзади специально так заколола чтобы здесь разошлось но если бы на клиенте такое было здесь нужно вот край под пояс подтянуть именно я начинаю мышкой вертеть и у меня начинает рука дергаться в общем ищите такой дергаете изделия так и смотрите где что у нас лишнего где что не хватает чтобы когда вы это все поддернули стало на свое место край борта встал на свое место и был вертикально и понимаете причин может быть абсолютно много мы причины с вами сегодня обсуждать не будем потому что это устранение дефектов называется тема а у нас сегодня на что обращаем внимание и что нужно значит подумать от чего у вас так произошло и прямо на примерке все это заколоть посмотреть отрегулировать следующий слайд наоборот история тоже часто бывает посмотрите опять у нас сейчас вот это вот край борта желтой линии я нарисовала он сейчас в другую сторону то есть идет наоборот нахлёст друг на друга в нижней части ведь стрелочка показала нахлёст в нижней части друг на друга полочек это тоже нарушен баланс изделия так быть не должно вспоминаем первый слайд должно быть абсолютно вертикально следующее мы с вами сейчас разговаривали о видео спереди да кто присоединился недавно там потом в записи посмотрите на что обращать внимание теперь смотрим в профиль на фигуру на надетую изделие надетая на фигуре в профиль мы видим сейчас что у нас боковой шов идет вертикально боковой шов идет вертикально и вот стрелочка вот здесь сзади длина юбки и спереди длина юбки находятся на одинаковом удалении от пола то есть вы прямо берете если у вас глаз не наметан берете линейку и измеряете от пола до подола сколько сантиметров он также и сбоку должен быть одинаков но когда фотографируешь немножко искажается вот эта боковая часть она ближе находится ну в общем перспективу рассказывать не буду да а просто берете линейку и и измеряете вокруг платье и подол должен быть на одинаковом расстоянии от пола что спереди что сзади что с каждого бока и опять ошибка у новичков в общем мы смо давайте еще раз мы смотрим на боковый шов и он вертикально если он вертикально то чаще всего подол параллелен полу все нормально но если вдруг он не параллелен полу а новички знаете что начинают делать они начинают обравнивать по низу изделия и обрезать так нельзя у нас не создали вот у прямого платья да ну прямой или ну и я имею ввиду если это не солнце какое-то да идет строго по утку и и низ у нас не трогается то есть верху ищем проблему мы вверху опять или попа сильно выпуклый или бедра сильно выпуклый или осанка фигура какая-то нестандартная так хочу чтобы у меня резкость настроилась вот резкость настроилась девчонки а вам видно я что-то даже ведь не включила проверять как 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 вам видно кстати говоря картинка то у вас нормальная не пикселит напишите пожалуйста очень надеюсь что что то вам видно если я потом разберусь функцию найду какую я искала сегодня в ютюбе чтобы можно было показать экран то я еще раз проведу этот вебинар или может быть на нашем сайте на нашем сайте он уже платный получится вот там зато все четко ясно видно будет не как здесь конечно этот стаграм так девчонки видно не пикселит скажите пожалуйста потому что у меня может быть совсем другое качество картинки все отлично и очень хорошо я прям переживаю конечно не отлично потому что я вижу что все засветлено у меня отличные фотографии на компьютере на саму ну ладно как как видим да давайте дальше пойдем а вот так 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 я показала что подол он здесь посмотрите вот черная да подолом верти горизонтально полу то что здесь боковой как бы выпадает вы не смотрите эта перспектива срабатывает в фотоаппарате да боковой точно так же горизонтален полу не грязно в общем подол горизонтальным полу то есть показала ведь и от подол спереди подол сзади черная линия это одна горизонтальная линия полу и то есть мы делаем вывод что а сейчас у нас подол горизонтальным полу то есть баланс правильный все выдержанно теперь смотрим следующий слайд а вот здесь я специально повешала так изделие посмотрите видите боковой шов наклонился вперед по низу его увело вперед по низу и давайте обращать внимание на стрелочки подол спереди выше а подол сзади ниже ведь а стрелочки нарисовала это опять это неправильный баланс правильная показала на предыдущем слайде как должно выглядеть значит мы ищем причину опять никогда подол мы сам не трогай мы ищем верху причину что не так как что не так сидит что мы не так может быть мерки не те сняли а вот мне интересно здесь смайлик смеется со слезками то что значит смешно наверное да так что показываю на экране но как здесь еще показать давайте у его то пожалуйста я провела линию хочу чтобы вы глазками научились самостоятельно смотреть то есть сначала давайте вот еще раз без линии по низу сейчас у меня четкость настроиться так вот четкость настроилась посмотрите без линии по низу вы должны это визуально сами видите определять но у кого еще глазомер плохо развит я видите провела линию от задней части до передней части и получается что подол находится не горизонтально видите линия не горизонтально и шов ушел вперед по низу то есть это опять неправильный баланс изделия по боковому же шву следующий вариант здесь наоборот что у нас происходит здесь наоборот шов боковой увело по своей по низу назад он не вертикально и как ни странно не очень сильно задрался ну вот в моем примере да не очень сильно задрался сзади подол обычно он еще больше загибается но видите у меня там нет места чтобы неправильно сделать то что горловина же сделано нормально но все равно когда я провела линию провела линию вот она все равно видно что она наклонна но и просто не очень сильно да так что что еще скажите пожалуйста как вам понятно по боковому шву так вот вопрос скажите если сзади длиннее то получается длина до талии спереди неправильно измеряли девочки очень много может быть вариантов вообще не обязательно что длина до талии спереди а вдруг например если сзади длиннее да попа очень плоская а вы сделали на выпуклую попу уже нижнюю часть здесь конечно разбираться надо на вебинаре так мы плохо разберемся но если вы разбираетесь вы понимаете может быть попа у человека плоская а вы сделали на попу выпуклую и у вас получается что попы нет изделия провисла в том районе где попы нет и сзади длине висит длине изделия да вот девчонки кто рисует смайлики со звездками смеющимися вы объясните это вам это хорошо или плохо так надеюсь я понятно на вопрос ответила если еще какие-то вопросы есть такие на которые могу я сейчас ответить они целый урок проводить то я с удовольствием отвечу все по боковому шву думаю мы разобрались теперь сзади посмотрим что сзади смотреть ну сзади если есть шлица вот самое главное это же самая история что мы с вами полочку смотрели левую правую не разводит ли у нее низ борта да ладно не буду обращать внимание просто понять не могу из-за чего так и вот смотрите шличка она сейчас строго вертикально опять желтым обвожу до чтобы вам все видно было и вот черным это здесь шов полностью идет по платью значит шлица должна быть абсолютным продолжением заднего шва кто учится пятой вертикали нашей да и ее не должно я уже не стала рисовать ту же историю что я спереди рисовала то есть ее точно так же вот сейчас я мышкой покажу может разводить в разные стороны да так не должно быть или может быть нахлёст большой друг на друга то есть здесь получается не вертикальная линия у шлички то есть на это обращаем внимание если шлица нет то здесь наверное особое не на что обращать внимание понятно что девчонки я не говорю про заломы какие-то когда вы вступают лопатки это уже не баланс изделия ну конечно тоже был сон до такой степени тонкий что я сейчас для новичков рассказываю на что обращать вообще в принципе внимание вот чтобы изделие прямо сидела не криво я сейчас покажу вам пример так так пойдемте дальше все у нас пошлицы понятно пишут давайте плечевой шов а что это у меня где это у меня слайд с нормальным плечевым швом куда это он делся сейчас и быстро пролистаю может быть он не в конце ну вот ладно давайте на первую на сейчас не будем обращать внимание видимо я не сохранила вот жена желтую линию давайте внимание обращать не будем а посмотрим как будто нет желтой линии смотрим следующее на что мы должны посмотреть на плечевой шов если мы на желтую линию обращаем внимание то сейчас плечевой шов расположен нормально А если бы он располагался так, как я нарисовала желтую линию, то есть плечо по шее заваливается назад, а спереди оно заваливается вперед. То есть это неправильное расположение плечевого шва. Обращаем внимание на него, делаем вывод, почему. В нашей истории, когда мы, девчонки, учимся, кто у нас курс конструирования шитьем и без шитья, здесь вы неверно как раз таки и измерили длину от талии до вот этой нашей точки основания шеи с пересечением с плечом. То есть неправильно вы определили, где у вас должен стоять плечевой шов. Понимаете? Что измерили, то и откладываем. Если у вас вот так заваливается все плечо, значит косая полочки и спинки у вас неправильно измерено. И точно так же неправильно измерено вот эта вот точка у нас называется. В нашем методе сок точка О2 на полочке и О4 на спинке. То есть и еще вот ошибка у новичков, когда они начинают это измерять. Ставьте прямо на шее точку. Если вы учитесь пока, не стесняйтесь, ставьте на шее точку. Если вы не ставите о глазом, запоминаете. У вас еще нет такого навыка, чтобы запомнить одну и ту же точку. И начинают измерять полочку до одной какой-то точки, а спинку со стороны спины до другой какой-то точки. А точка О4 и О2 это одна и та же точка. Просто на полке это по одному называется она, на спинке по другому, но сшивается вот она. То есть вот мы ее сшили, эту точку. И она это одна и та же точка на теле. Так вот и нужно строго от одной и той же точки измерять длину полочки и длину спинки. Вот это частая ошибка у новичков, если даже не по нашему методу учатся, тоже они измеряют это дело. И когда не ставят точки, у них глаз еще не наметан на одну и ту же точку. Надеюсь, что с этим понятно. Значит, этот шов у нас заваливается вперед. В принципе, он может быть ровным, как сейчас. Смотрите, я слайд переключила, вы заметили? Давайте я хоть немножко буду эту... Вон, смотрите, у меня два манекенчика сзади стоят. Вон то платье, которое я сегодня фотографировала. Мастерская. Отвлечемся. Это у меня утюжильное место. Хотела, честно говоря, вам на телевизоре показывать, там вообще ничего не видно. Я вообще сначала такой проект придумала. Классно, мне казалось, все так хорошо будет видно. Но ладно. Уж как получилось. И смотрите, давайте опять на шов. Обратите внимание. Специально ваше внимание немножко отвлекло. А то мы это одно и то же распад. Кажется, что одна и та же картинка. Сейчас шов, он, да, он прямой, нормальный. Но его полностью весь шов заваливает на спинку. Видите? Девчонки опять из групп конструирования. Когда я вас прошу прислать фотографию или точек на плече, которые вы поставили, или фотографию, чтобы я увидела, как ваш плечевой шов располагается, вам нужно вот так фотографировать себя. Понимаете? Чтобы все было видно. Вот и волосы убираем вверх. А то бывает, что распустят, и ничего не видно, что там, для чего мы это фотографировали. То есть вот в таком ракурсе мне с вас нужны фотографии плечевых швов, чтобы мы все увидели, что все на своих местах. Если не на местах, будем смотреть, где вы ошиблись в измерениях или в построении. Ну, в измерениях. Чаще всего ошибки в измерениях. То есть все, определили, что такой шов тоже быть не должен, да, заваливающийся назад. Вот еще один вариант. У плеча, вот здесь у плеча, точка, ну, я не хочу точки назвать, потому что у нас же здесь полно людей, которые не занимаются в моей школе. А у меня метод отличается от всех других методов. И, конечно, точки у нас по-другому называются. В общем, у основания шеи плечо заваливается вперед, а у конца плеча, так, сейчас у нас тут, у конца плеча заваливается назад. Такой вариант тоже не подходит. Это опять нарушен баланс изделия. Ищем, в чем ошибка. Идем дальше. Опять шов полностью прямой. Заметили, слайд сменился? Шов полностью прямой, все нормально, но его сильно заваливают вперед. Вот так тоже быть на основе не должно. Но вы знаете что? А если, например, вы где-то с бурды там сняли рубашку, или сами даже проектировали рубашку и перенесли плечевой шов вперед, просто вот на рубашке, как раз-таки на 2,5 примерно сантиметра, шов переносится вперед, но не для того. Это кокетка. Это край кокетки закидывается на полочку. Но не для того, чтобы вы поставили ровно на свое плечо вот этот край кокетки, вы должны сделать отметку на рубашке, где есть кокетка. Точек вот этих вот, опять не буду называть, возле основания шеи точка и конец плеча. И когда вы делаете примерку рубашки, просто я с этим тоже столкнулась, девчонки так мерят некоторые, при примерке точки должны встать на свои места, а кокетка уже промоделирована, она закинута специально на полочку. Понимаете? И не нужно ставить этот шов на плечо. Все, тогда там все, поехал. Вот тогда нарушают баланс изделия, когда наоборот стремятся к кокетку поставить, начало ее на полочке, а поставить на плечевой шов. Все, там на спине пузырь, полочку задрало. Все, все не так, все криво сидит. И девочки, ой, какой кошмар, все как плохо. Просто я говорю, передерните вперед. Вы на сколько шов вперед уносили при моделировании? На 2,5 сантиметра. Все, перекинули, передернули изделие вперед на 2,5 сантиметра, все отлично сидит. То есть, не всегда вы думаете, что вы делаете обязательно. Если вы перенесли шов, на теле-то он никуда не перенесся, тело-то наше так и осталось, какое было, да. Так, пойдемте дальше. А вот смотрите, давайте, чтобы вам было не скучно, смотрим на эту юбку. Это уже ученицы. Вот таким образом мы проверяем домашнее задание. То есть, у нас общий чат у каждой группы. И все, что они делают, если даже это моделирование, вообще все, что они делают, они фотографируют, все присылают, мы все обсуждаем. И вот прислали на проверку юбку, прямая юбка. Давайте посмотрим. И напишите, пожалуйста, вам нравится посадка этой юбки? Если нет, то сразу в этом же сообщении напишите, что не так. Если нет, ну, если все так, пишите, все отлично, все окей, так на сеть будем. И вот, понимаете, пока вы там пишите, у нас отставание, все равно секунд 10 идет. Присылают юбку. Есть такие ученицы, я говорю, всегда все фотографируем, присылаем на проверку и после одобрения, после уже одобрения, делаем дальше. Но есть вот такие ученицы, но я, честно говоря, сама такая была, если честно-то сказать. У меня все через собственные ошибки. Вот уже все сшитую присылают. Вот прислали сшитую. И я спросила, почему не посоветовались. Так все хорошо, ведь, говорят, понимаете, новички не видят. Говорят, так все, у меня все отлично, мне все нравится, все хорошо сидит, а баланс нарушен. Да, вот девчонки уже начали писать. Вверх заваливается, низ не по горизонтали полу, перед поднят, нет, спереди на животе плохо сидит, нет, перед выше, на животе пояс ниже, чем на спине. Но про пояс мы говорить не будем, потому что это мы проходим на юбках, там дело не в талии. Не буду целый урок проводить. По талии пояс должен сидеть так, как удобно человеку. Но горизонтален полу, обязан быть подол, да? И вы правильно написали, что здесь... Так, дальше давайте вот так вот. Посмотрите, я боковой шов нарисовала, потому что на черном видно, видите? То есть я специально сначала не нарисовала, чтобы выгласываю на металле. Видите, боковой шов заваливается вперед нижней своей частью. И, соответственно, из-за этого юбка сзади прилипла к ногам, спереди ее оттопырила от ног. Не должно так быть. Ноги должны находиться посередине юбки. Вы видите, сзади юбка прилипла к ногам, а спереди ее задрала вверх. От чего задрала? От того, что она оттопырилась от ног. Как я не знаю еще это сказать слово? Ну, оттопырилась. Не знаю, как второе слово сказать, да? Вот. Я смотрю на это дело, присылаю ученице такой вид, какой должен быть у юбки. То есть вот нормальный вид у юбки должен быть вот такой красным. То есть опускаем спереди. Ну, там не опускаем. В общем, мы смотрели, что она не учла в своей фигуре. Понимаете, нельзя такие советы давать. Зависит от фигуры. У нас 900 типов фигур, если там все попереставлять. Мы обсуждаем, мы смотрим. Девчонки присылают всегда фотографии своих фигур в обтягивающейся одежде. И мы смотрим, что она не учла, где она ошиблась, и потом только человек исправит. Но лучше, конечно, исправлять, понимаете, не шитую уже юбку. Лучше бы она прислала все это в сметанном виде. А вот давайте посмотрим пример. Вы молодцы, вы все увидели. А, вот смотрите вообще такой. Девчонки, кто ученицы? Если вы себя узнаете, вы не комплексуйте. На ошибках учатся, да? И на меня не обижайте, что я выставила. Но посмотрите, вот здесь явно, посмотрите, явно посмотрите, что творится. Тут прям совсем юбка прилипла спереди к ногам. Это макетная ткань, кстати, и хорошо. Вот молодец. Не помню, кто из девчонок прислал, из учениц. Из макетной ткани, понимаете, такие надо мелочи. Ну, это не мелочь. Вот здесь это точно не мелочь. То есть учиться надо на макетной ткани, чтобы потом не переделать. Видите, юбка как спереди. Плохо, что она белая, конечно, на белом. Спереди прилипла к ногам, сзади ее оттопырила. Подол абсолютно вообще прям совсем не горизонтален полу. Даже спору никакого нет. И когда новичок одевает, он даже не видит этого, понимаете. Прислали же на проверку, все хорошо. А подол здесь запроектирован, нормальный, ровный подол. То есть нет никаких там, может быть, запроектированных, знаете, бывают перекосы какие-то запроектированные. Да, все. Здесь я даже рисовать ничего на ней не стала, потому что вообще все и так понятно, да. Что здесь прям очень сильно нарушен баланс изделия. Пойдемте дальше. А здесь картинки я в интернете нашла. Вот смотрите, это просто для того, чтобы, когда я говорю, что какая бы фигура ни была. Ведь не только там, может быть, как написали, длина до талии. Видите, вот талия у человека неровная, носит он ее так неровно. Мы это все на уроках проходим. Как это все учесть в построении и так далее. Ну, какая бы неровная талия была, как бы человеку неудобно было носить эту талию. Видите, подол должен быть горизонтален полу, боковой шов вертикален. И юбка не должна прилипать. Понимаете, это не только к юбке относится, точно так же и к платью относится, да. Не должна прилипать спереди или сзади к ногам, и не должно нигде ничего задираться. Вот это и называется. Вот здесь правильный баланс изделия на этой картинке. Картинку нашла в интернете. Сама ее не рисовала. Друг там кто-нибудь права будет предъявлять. Спасибо, что нарисовали. Мы просто на вашем примере поучимся. А вот следующий вариант. Смотрите, фигура сейчас никак не поменяется. Фигура одна и та же. Какая была, такая остается. Но если не учесть баланс, посмотрите, что творится. Если просто, вот здесь просто юбку без всяких дополнений для особенностей фигуры, прямую юбку взяли и надели без всяких дополнений. Понимаете? И все. Если вы никакую корректировку не внесли в свою сложную фигуру, если вы это не умеете делать, то сходите поучитесь где-нибудь, да. А если умеете, но где-то что-то подзабыли, то скорее вспоминайте, выпускайте там, где много, но ворот мало, и забирайте там, где много, и делайте обязательно вывод. Потому что все это так реально заранее учесть. Вот мы с девчонками этому и учимся. Ну, конечно, все через ошибки. Все, все мы учимся через ошибки, и это нормально. На этом примере вам все понятно? Так, что у нас там следует? А вот, смотрите, давайте смотреть еще один вариант. Я уже заговариваюсь. Еще один вариант. Смотрите, вот девочка молодец. Прислала на проверку юбочку в сметанном состоянии. По талии просто приметана всегда должна быть по талии. Кстати говоря, чтобы вы не мерили брюки, это или юбка. Кромка ткани должна быть. Что-то неэластичное, то, что будет имитировать пояс. Потому что пояс должен быть ровно там, где у вас юбка будет носиться. Я не говорю, что прямо по талии на самом узком месте. А там, где реально вы собираетесь носить эту юбку. Чтобы все посмотреть, как говорится, как в жизни будет. И вот, смотрите, опять та же самая история. Давайте проанализируйте. Опять та же самая история. Сзади юбка прилипла к ногам. Спереди ее оттопырило от ног. И подол спереди задрался. Видите, здесь я специально поставила вот эту фотографию. Потому что вот в таком варианте это такие мелочи. Ну, не мелочи, это не так явно, как в той белой юбке, когда реально все сразу видно. Но профессионал, и вы, пока учитесь, как говорится, должны все это понять, что нужно все внимательно смотреть. И вот мы видим, а баланс-то у юбки нарушен. Она говорит, мне все нравится, например, девочка. Я не помню, что девочка говорила. Но, например, кумолодец прислала. Все в сметанном состоянии. Да, пишут здесь сзади, прилегает к ногам. Да, все верно. Баланс нарушен. Вот это и называется баланс изделия. Да, некоторые даже знать не знают, что такое надо смотреть. И вот здесь я уже начертила, что кто, у кого глазомер плохо развит, начертила, что вот боковой шов, видите, заваливается вперед, вот совсем чуть-чуть. И подол чуть-чуть перекосила. Но это уже нарушение, и так быть не должно. Следующий. Я нарисовала девушке, кто прислал юбочку. Простите, я там на голову, честно, сегодня не смотрела. Я просто искала картинки из наших общих бесед, классов. Ну и выбрала две-три картинки, два-три примера. А так это у нас целый день мы обсуждаем, конечно, все эти посадки с девчонками в наших классах. Вот я нарисовала, как должна выглядеть юбка, на что она должна обращать внимание, когда она делает. Что юбка должна как желтым. Я нарисовала сидеть шов, как черным должен располагаться на фигуре, да, посередине ноги. Правильно? То есть мы стали искать ошибку. Переделала девочка ошибку. И посмотрите, как юбка присылает второй раз. Все отлично сидит. Шов вертикальный, подол горизонтальный, нога посередине юбки, нигде ничего не прилегает. Все, сейчас можно шить. Можно приступать к пошиву. На этом примере, пожалуйста, еще раз, девчонки, кто сейчас у меня учится, как говорится, учитесь на чужих ошибках. Присылайте примерки в сметанном виде. И после одобрения только начинаем шить. Хорошо? Баланс. Особенно брюки. Вот сейчас мы на брюки с вами перейдем. Вот, смотрите, брюки опять. Кстати, очень сложная фигура. Кто шьет, тот знает, что фигура очень сложная. Да? Очень талию человек носит. Как сказать, не горизонтально он ее так носит, значит, ему так и нужно сделать. Ему так будет удобно. Попа невыпуклая, сильно невыпуклая. И выпуклый живот. Живот выпуклее. А вы, кстати, понимаете, что вот это вот живот у человека, вот это живот, а вот это, а ну да, по ногам-то понятно, вот нога, да? Это живот, а это попа. Как будто наоборот немножко фигура, понимаете? Это очень сложная фигура для конструирования. Ну, я не скажу, что это очень сложная фигура для конструирования. Но кто конструирует, тот знает, что просто нужно учесть вот эти все нюансы и будет нормальная посадка. Ну, сейчас у нас не о посадке конкретно брюк, а давайте баланс смотреть. Нравится вам здесь баланс брюк или нет? Вот сейчас я конкретно дождусь ваших ответов и потом только перелистну слайд. 10 секунд задержка, скорее пишем, пока опять отвлечемся, а то у меня уже самой глаза устали смотреть на двигающую картинку. Посмотрим на манекены, пока вы думаете, пока вы пишете. Я сегодня свет не включала, такой, видите, там свет профессиональный стоит, рабочая обстановка. Не включала свет, чтобы не бликовало, я сначала хотела, так, нет, девочки, нет, не нравится. А что не так-то? Вы пишите, что не так. Не просто нет. Что не так? Именно в балансе. Боковой шов кривой, да, у Рада ждалась. Я не понимаю, в чем дело, но не нравится. Так, сзади не лежит как надо, пузырит. Нет, девочки, вот это, ну, потом это дальше посмотрим. Брюки в сметанном состоянии здесь, поэтому сзади пузырит вот такой плоской попы. Кто знает, кто шьет, что вот это вот самое меньшее, что может быть из пузырит, но это, как говорится, другая история. Потом увидим в нормальном варианте. Да, вот я нарисовала шов, как он должен быть. Он должен быть абсолютно вертикальный, то есть сверху боковой шов заваливается назад. Также иногда бывает, что, я уже не стала, ну, а у меня и примеры, честно говоря, чего-то нет, но бывает. Талия неровная, это девочки, вот кто пишет, что это талия неровная. Женщина так носит эту талию неровно, понимаете, и мы ей приказать не можем, чтобы она горизонтально села. Талия как раз здесь отлично сделана под женщину. Как она носит, чувствует свою талию, так и сделано все. Вот баланс здесь конкретно, это боковой шов заваливается назад. Да, вот шов смещен в сторону спинки, все правильно. Нарисовали. И вот уже сшитые брючки. То есть здесь, ну, плохо видно, да, что все нормально, шов выровняли. В общем, все нормально стало. Еще встать чуть-чуть, чуть-чуть поровнее, и этот заломчик уберется. Попы, в принципе, нет, поэтому, кто шьет, тот знает, как сложно на такую фигуру вообще брюки какие-либо посадить. А вот пример, прям, ну, баланс нарушен уже конструктивно. Здесь мы разбирать не будем, а просто хочу показать, что здесь, конечно, корректировок кучу нужно сделать. Ну, кучу их нужно сделать, нужно потрудиться, чтобы убрать. Вот здесь вот заломы. Вот там не залом, там просто, ну, чуть-чуть стоит немножко не так. Вот это вот заломы. Здесь нарушено, конечно, много чего. Так, ну, в общем, здесь особо мы рассматривать не будем, потому что я просто хочу показать, какие бывают посадки на фигуре. Вот сбоку видно, что тут тоже вот эта вся задняя деталь, ее все-все-все корректировать надо. Вот такие корректировки, именно по брюкам, я хочу сделать отдельный вебинар, потому что это уже не балансы, это конкретно конструктивные корректировки. С устранением дефекта или как посадить брюки на фигуре, нет, даже не как посадить брюки, а как сделать макет брюк именно по своей фигуре, чтобы макет один выправить, нормально сделать, и у вас было бы лекало именно под вашу фигуру. Как мы сделали для плоской попы, до этого у нас был вариант. Вот здесь, смотрите, и животик выступает, и попа выступает, а там прям совсем вот так вот попы не было, понимаете? Так, а вот еще вариант, не вариант, а на что нужно посмотреть. Здесь все хорошо, это просто вообще я нашла в интернете тоже картинку. Если на брюках имеются стрелочки, это уже вот про баланс как раз-таки тема, если на брюках имеются стрелки, особенно если брюки, как сказать, широкие, то стрелка не должна заваливаться тоже не вовнутрь ног, то есть не к середине, и она не должна заваливаться в разные стороны от ног, то есть внаружу. Стрелка должна смотреть посередине ступни, или как это сказать, ну вот как здесь. Понятно? Когда начинают стрелки заваливать туда или сюда, чаще всего это О-образная, эликсообразная форма ног, на уроках мы тоже проходим, как это, скажем так, учесть в крое. Но давайте скажу, я тоже, конечно, на уроке мы это обсуждаем, чаще всего разговор начинается с того, что если у вас сильно иксообразные ноги или сильно О-образные ноги, зачем шить брюки по фигуре, да еще со стрелками и показывать свою особенность, как говорится, еще более подчеркивать это все, да? Тогда лучше сшить брюки без стрелок, конечно, вносить там уже небольшие корректировки и не совсем по ноге, чтобы там нога, ну какой формы она хочет, пусть она там и будет в брючине, лишь бы брючина это не показывала, да? А какие брюки? По фигуре, классические брюки со стрелками очень сильно показывают дефекты ног. Но в то же время, если, например, человек президент, да, или капитан там, не знаю, дальнего плавания, мы же ему бананы не сошьем, у него есть форма, есть костюм, который должен соответствовать каким-то нормам, каким-то правилам. И там уже никуда не денешься, там приходится, ну хоть как-то скрашивать, во-первых, и лекала, ну уже что делать-то, корректировать под эти X-образные или O-образные формы ног. Потому что, ну еще раз говорю, что там президента не оденешь шаровары и не отправишь навстречу, правда? Ну или там капитан дальнего плавания, или военный. Ну есть, в общем, такие варианты, когда не жить, не быть, нужно делать, а что делать? И вот на уроках мы тоже проходим, как это откорректировать. Пойдемте дальше. О! Это я просто вам показываю, потому что это реально, а это мы будем с вами на вебинаре, кто хочет будет присоединяться. Мы вот такую фигуру, это опять девчонки с курса, мы все-все проходим. Но хочу сделать для всех такой вебинар по брюкам, потому что знаю, что это больная тема у многих. И посмотрите, человек вот так носит талию. Здесь брюк вообще никаких нет, просто это фотография, просто фигуры. Мы вот так вот фотографируем фигуры. Я прислала, мне, конечно, обрезала, чтобы неузнаваемый человек был. А так полностью всю фигуру мы фотографируем. Спереди, сзади и сбоку, чтобы обсуждать все вместе в классе, что делать там при построении таких фигур. Вот это мужская фигура. Мужчина вот так вот носит брюки. И представляете, на такую фигуру сшить брюки, чтобы они сидели отлично. Вообще, честно говоря, это не так сложно. И на уроках конструирования мы это проходим. Мы учимся. Вообще, не одни брюки. Все, что есть. Мы учимся. Нам без разницы, какая перед нами фигура. Вот перед нами есть объект. И не важно вообще, мужчина это или женщина. Вообще не важно. Вполне может быть такая женщина. Я бы не сказала вам, что это мужчина. Вы подумали, что сверху груди есть и вот женщина с такой фигурой. Правильно? И также про женщину иногда можно сказать, там обрезать голову. Никогда не скажешь, что это женская фигура. Она как мужская. То есть мы вообще не смотрим никогда. Мужчина это женщина, ребенок, памятник. Есть объект с какими-то формами. И мы на него должны построить то, что мы хотим построить. Кстати, вот меня видно в компьютере, как тут руками вам машу. Вот, отображается, имеется в виду, на экране компьютера. И что хочу сказать. И вот даже на такие фигуры мы учимся строить юбки, если требуется юбка, брюки, если это требуется брюки. То есть нам без разницы. И здесь горизонтальную талию не сделаешь. Он за угол зайдет и вот так вот опустит. И представьте, что будет у него в районе паха. Мешок висеть. Поэтому нужно вот на такую фигуру баланс изделия очень аккуратно соблюдать. Здесь понятно, что мы не брюки рассматриваем, девчонки. Это просто в треков каком-то мужчина стоит специально обтягивающий, чтобы было полностью видно все контуры фигуры. Чтобы мы все знали, что на него, как строить и проектировать. Пойдемте дальше. А, и вот все уже мы там почти все с вами обстрилили. Девчонки, когда присылают фотографии, больной вопрос о плечевой шов. И как мы только с девчонками из курсов не стараемся увидеть. Даже вот некоторые рисуют прямо на себе. Посмотрите, плечевой шов. Потому что где мы точки располагаем, там и будет, например, плечевой шов. Я просто сегодня думаю, покажу, какие мы мастерицы. Нет, кто там сейчас, профессионалы, скажут, что можно сшить такой плечик. Ну, как вам, на плечи такая накидка, которая завязывается на шее. И там плечевой шов отмечен. Кто новички, они даже понять не смогут, какую ему накидку нужно сшить на плечи. Что от них требуется. И вот это буквально мы на второй неделе, на первом уроке мы начинаем снимать. Мерки. И я им говорю, поставьте что-то прямое от точки, которую вы нанесли на шее, до плечевого точки на плече. И положите что-то прямое. Потому что как у вас это прямое будет лежать, значит так ваш плечевой шов потом в изделии будет выглядеть. Будет его заваливать или не будет куда-то заваливать, зависит от того, как вы измерили мерки. Для этого я вам сейчас показываю, как мы выходим из ситуации. То есть вот просто можем точки. А я на компьютере уже рисую. Вот так вот линию что-то здесь не нарисовала. И мы смотрим, нравится нам такое плечо или нет. Потому что в изделии он точно так же будет выглядеть. Но ничего, зато учимся. Мы всю фигуру на молекулы разбираем, конечно. Вот так ручку можем приложить. Карандашик. Ну вот. Вам может быть лайфхак, как говорится. Или как это слово называется. Лайфхак. Как проверить при измерении плечевой шов. Чтобы поставить. А, и вот я написала же тут. Что 9 октября старт дополнительной группы конструирования, моделирования, технология пошива. Последний набор в этом сезоне. Пожалуйста, кто хочет, потом нас не терроризируйте. Что возьмите меня, пожалуйста. Что группа убежит. В первой неделе уже столько всего. Столько информации. Что очень-очень-очень много. Так, я уже на себя переключу. Потому что по слайду мы все посмотрели. Сейчас я еще гляну. Да, все. По слайду мы с вами посмотрели. Давайте вопросы. Если у вас есть вопросы какие-то. Как неудобно держать. Я ничего не приготовила, чтобы не держать. Ну ладно, так поговорю. Девчонки, вопросы какие-то есть. Вы поняли сегодня, что такое баланс изделия? Кто новички у нас были? Вы поняли, что такое баланс изделия? Скажите по цене, если хочется на конструирование. У нас один месяц обучения стоит 4500. У меня уже рука трясется. Телефон держать. Сейчас как-нибудь его возьму другой рукой. Сюда включено полностью доступ ко всем материалам. У нас на сайте все материалы. То есть это видео лекции. Это печатный материал. Это учебник, который в рабочих тетрадях находится. Сейчас я сяду как-нибудь поудобнее. И консультации 5 дней в неделю. Консультация с 9 до 9. С 9 утра до 9 вечера. То есть вы сидите дома. На работе, я не знаю, где вы там, выполняете задания. Присылаете в общий чат. У вас у каждого... Ну вот сейчас вот с 9 числа, да, новая группа. У них свой личный чат будет. И там мы с девчонками все обсуждаем. Это, кстати, пятница-суббота выходная. Почему 5 дней в неделю? Потому что пятница-суббота я как бы выходная. Но видите, как я отдыхаю сегодня пятница. Отдыхаю я от ответов на вопросы. Именно, понимаете, ну как сказать, невозможно все время одним тем же заниматься. Потому что перезагрузка мозга происходила. Ну я вот шью, снимаю фильмы. Для вас делаю какие-то прямые эфиры, вебинары платные. Поэтому 5 дней в неделю мы... К чему я начала так говорить? 5 дней в неделю мы все вместе общаемся. Я консультирую. А у вас вопрос возник. Вы прислали. Я не говорю, что я тут же сразу ответила. Потому что я могу съемками занята быть, еще чем-то быть занята. Но в течение дня я обязательно прочитаю ваш вопрос. И вам отвечу. И вы продолжаете дальше делать. Или мы что-то с вами можем обсудить. Не то, что я там через... Если с утра мы прям... У нас живое общение 2 часа с утра точно. То есть мы постоянно все обсуждаем. В общем, в эту стоимость включено. Консультации 5 дней в неделю. Видеоуроки. Проверка домашних заданий. Рабочая тетрадь. Учебник. И так далее. Это по цене. Какие у вас еще, девчонки, вопросы будут? И понятно ли все сегодня было? Так, вот, да. Спасибо, доступно и понятно. А скажите, пожалуйста, почему воротник сползает назад? Чаще всего это недостаточная высота ростка. Если воротник сползает назад. Горловина на спинке называется ростком. И высота ростка это вот... Вам надо больше вынуть, если вы новичок, больше вынуть. Чаще всего, бывают разные причины, но чаще всего, я почему говорю, что все нужно смотреть по факту. Но чаще всего это недостаточная глубина ростка. Так, все понятно. Доступно и понятно. Я хочу, девчонки, кто хочет, пожалуйста, прямо сегодня пишите, потому что мы уже в воскресенье точно собираем. Ну, крайний срок, это понедельник, я собираю общий чат. В воскресенье начинаю всех добавлять просто в друзья, потому что в чате могут только друзья присутствовать. Ну, там такие заминки, как говорится, с этим. Вот. А во вторник в 9 утра уже я начинаю раздавать вам задания. Мы начинаем общаться и начинаем учиться. Поэтому лучше заранее. Так, я тут листаю просто. Если вопросов нет, обсуждение... Вот вопрос есть. Обсуждение по утрам, а если на работе находишься и возможности нет, принять участие. А вы понимаете, что такое чат? Это, понимаете, вы пишете, сообщение висит. Вот вы вечером что-то даже... Я до 9, да, работаю? До 9 я посмотрю, отвечу на этот вопрос. А если вы ночью даже написали, ничего страшного. Я утром с 9 сажусь за компьютер и начинаю проверять все, что вы там писали. А к чему я говорю? Вот у меня сейчас 2 дня еще выходных. И девчонки уже самостоятельно начинают без меня. Я смотрю там все обсуждать. Вопрос раз-раз и сами нашли ответ на вопрос. То есть вы также можете у одногруппниц спросить совета. Пообсуждать что-то, пообщаться. Я иногда даже захожу, а они уже все без меня решили. Но это, конечно, уже когда немножко времени проходит, когда девчонки уже немножко занимаются, знакомятся. И чаще всего они уже сами приходят к правильному ответу. А, кстати, вот это общее рассуждение, размышление, споры, они больше дают знаний, чем вы спросили, я ответила. Потому что вы поработали над этим процессом. Но я, честно говоря, чаще всего не отвечаю однозначно, если что-то неправильно. Я тоже начинаю у человека спрашивать, то есть наводить его на ответ, как будто он сам до этого додумался. То есть ему надо продумать всю цепочку, чтобы прийти к своей ошибке. Вот я тоже начинаю издалека спрашивать, спрашивать. Иногда мне кажется, они думают, что я какая-то неумная, потому что спрашиваю какую-то ерунду. Но в итоге-то я вижу ошибку, и я понимаю, как человека подвести к этой ошибке, чтобы он сам понял всю свою цепочку ошибок самостоятельно. Ну, если уж совсем запутался, я, конечно, говорю. Но так учеба будет неэффективна, если вы спросили. Ну, грубо говоря, самый простой вопрос. У меня скос плеча средний, малый или большой? Я скажу средний. Все. Человек потом начнет на кого-то другого шить, он не сможет определить, а у того человека, малый, средний или большой скос плеча. Пусть он посмотрит, пусть он подумает. Мы нарисуем все на фотографии. Я спрошу, знаете, как у ребенка маленького. Как ты считаешь, вот это маленький или средний, или большой? Ну, понимаете, все должно вы сами. Я свою голову не могу отрезать и вам поставить. Так, Ольга, подскажите, пожалуйста, какие изделия будут в этом курсе шитья? Напишите в директ. Вам полностью всю программу я пришлю, полностью. Вот все, что мы будем изучать. Но кратко, если сказать, мы изучаем абсолютно все. От трусиков головных уборов до пальто. Белье, то есть и нижнее белье, ну все, что водолазки, трусы, платья, все. У нас нет в программе только перчатки и носки. Вот этого у нас нет в программе. Головные уборы, все варианты. Все, девчонки, мы проходим абсолютно все. С ноля, с абсолютного ноля. Даже если вы умеете конструировать что-то уже, но не учились моему методу сок, то вам все равно придется с ноля, потому что у нас отличается метод от других. Прямо с азов начнем. Но пройдем абсолютно все. Говорю, напишите в директ, и там полностью программа, вот все, что реально мы будем проходить. На каждую неделю задание, что мы проходим. И вот там каждая неделя прям расписано будет, поэтому вам все будет понятно. А как записаться на курс в директ пишем. И там вам и программы вышлят, и цену, и все, что вы хотите, вышлят. То есть директ, девчонки, пишем в директ. Ой, думаю, что все по балансу, что-то и вопросов у вас нет никаких. Я думала, вы поспрашиваете, что-то вам будет непонятно. Ну все тогда, девчонки, пишите пока, раз все понятно, да, раз вопросов больше нет. Кто 9-го числа хочет присоединиться, я вас жду. Во вторник мы с вами в 9 утра начинаем выполнять задания. Все? Пока? Ой, еще вопрос. Ольга, у вас методика использует норму? По аналогии с Любокс нет. А мы используем процентное соотношение. У Любокса золотое сечение, у нас оно мало где применяется. У нас больше тоже есть принципы золотого сечения. Используем мы не норму, используем процентное соотношение отрезков друг к другу. У нас больше по индивидуальным меркам построения. Спасибо. Ну все, пишут люди, спасибо. Я, кстати, если интересно, могу сказать, что очень долго преподавала Любокс. То есть я эту методику знаю от А до Я полностью. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Все. Уже ничего вы не пишете. Я с экраном разговариваю. В общем, пишите в директ. По балансу. Надеюсь, все понятно. Новички, прямо запишите, потому что вы реально этого не видите. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok